Я люблю свой город, свой Краснодар, город, где я родился и прожил вот уже больше 60 лет. Да, Краснодар это административный центр, южная столица, но мне он мил, прежде всего, своей провинциальностью, характерными чертами того самого казачьего Екатеринодара, который очень хорошо чувствуется здесь, в исторической части города. Историческая часть города начинается с Екатерининской площади, вот памятник Екатерине II, недавно восстановленный по образцу и подобию дореволюционного, и с улицы Красной. История улицы Красной тесно связана с бурной деятельностью армянских купцов, которые одним из первых начали ее застраивать своими магазинами и частными домами, многие из которых впоследствии стали архитектурными памятниками, которые до сих пор украшают наш город. Украшением площади имени Пушкина является здание одноименной библиотеки. Особняк, выполненный в стиле неоклассицизма, когда-то был построен купцом Борисом Чарачевым для армянского училища. Позже здесь была городская армянская школа, а с 1946 года – краевая библиотека. Это здание, которое до сих пор раздует глаз изысканностью архитектурных форм, принадлежало купцам Тарасовым, пожертвовавшим его армянскому церковно-приходскому попечительству. Самое сердце Краснодара, перекрестие улиц Красной и Гимназической, украшает известный краснодарцам зеленый дом. Когда-то здесь был лучший в городе отель «Централь» и принадлежал он семейству армянских купцов Богорсуковых. К отелю примыкает другое, не менее известное здание, которое приобрело статус объекта культурного наследия – собственный дом все тех же братьев Богорсуковых. Этот особняк стал не только визитной карточкой города, но и приобрел значение одного из культурных гнезд кубанской столицы. Сразу за филармонией имени Григория Пономаренко мы видим здание, прекрасно вписывающееся в архитектурный облик исторического центра Екатеринодара. Официальный статус учреждений, которые располагали здесь в советское время, спас от разрушительных преобразований особняк, построенный в 1911 году для размещения армянского благотворительного общества. Субтитры создавал DimaTorzok